Украинский пазл, что известно о контрнаступлении ВСУ. Тема украинского контрнаступления не первый месяц будоражит информационное пространство. Сначала военную операцию активно анонсировали, затем сливали о ней секретную информацию, потом переносили, заранее оправдывали провал, а некоторые и вовсе заявили, что контрнаступление ВСУ уже происходит, к тому же сразу на четырех направлениях. Однако после фантастических историй, которые в последние месяцы Запад так щедро запускает в мировой прокат, невольно задаешься вопросом, а может очередное кино? С другой стороны, недооценивать ситуацию было бы опрометчиво, ведь любая эскалация может иметь необратимые последствия. К чему готовится Украина? В чем сомневается Запад? О какой опасности предупредил президент Беларуси и что прогнозируют эксперты? Об этом и не только в обзоре Билта. Когда пазл сойдется, что известно о контрнаступлении ВСУ? В истории с контрнаступлением сомнение вызывает неготовность Киева отдать соответствующий приказ, а скорее тот факт, что информацию о подготовке к наступательной операции пустили в широкие массы. Казалось бы, подобные сведения должны храниться за семью печатями, однако украинское наступление в этом плане больше напоминает фильм, рассчитанный на массовую аудиторию. Не хватает лишь огромных рекламных счетов на улицах американских городов. Новости о подготовке наступательной операции ВСУ идут уже не первый месяц. В январе западные СМИ начали активно писать о том, что в США недовольны решением Киева продолжать бои за Артемовск. Мол, стоит поберечь силы для будущего наступления. В это же время западные союзники активизировались в плане военной помощи Киеву. В частности, впервые была согласована поставка в Украину тяжелой наступательной техники. В конце февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил о подготовке к военным шагам по захвату Крыма. «Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад наступления разной категории и разного характера. Отправляем людей на обучение, не только в Украине, вы знаете, на площадках других государств», – заявил Зеленский. Вместе с тем он не стал называть каких-либо сроков военной операции. Далее тема контрнаступления неоднократно поднималась официальными лицами в США. Об этом говорил глава Госдепа Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Заявления сводились к тому, что Вашингтон предоставит Киеву военную помощь для проведения наступательной операции. Естественно, о необходимости деэскалации и поиска мирных путей решения конфликта в США не говорят. Дата начала контрнаступления ВСУ не сообщалась. Однако в заявлениях западных политиков речь шла о весне 2023 года. В начале апреля Блинкен заявил, что наступление украинской армии может произойти в ближайшие недели. 11 апреля на сайте Госдепа США появилась информация о телефонном разговоре Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В сообщении говорится, что стороны обсудили текущую подготовку к весеннему контрнаступлению Украины, в том числе обещание помощи в области безопасности со стороны союзников и партнеров. Примечательно, что в тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал интервью американскому изданию «Хилл». При этом чиновник заявил, что контрнаступление может быть начато летом. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что контрнаступление может начаться, когда подсохнет земля после весенней распутицы. В интервью газете «Выборча» он заявил, что в Украине завершается формирование контрударных корпусов. Резников также сообщил, что генералы НАТО поддерживают планы Киева. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что его ведомство сформировало уже 8 бригад, которые составят гвардии наступления. На сегодняшний день сформировано 8 бригад, и мы уже готовы к активным наступательным мерам. Также параллельно мы готовимся к проведению стабилизационных мероприятий на этих территориях. Цитирует Клименко, украинское издание «Страна». Чиновник также сообщил, что набор в штурмовые отряды продолжается. Чтобы сформировать резервное подразделение, МВД Украины решила продлить набор добровольцев, добавил Клименко. Американский журнал Newsweek сообщил, что наступательная операция ВСУ начнется 30 апреля. Якобы эта информация была в секретных документах Пентагона, распространенных в сети. К слову, речь о той самой фантастической истории, в которой 21-летний американский патриот распространяет секретные документы США в кружке товарищей геймеров. И вот 19 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Моляр заявила, что контрнаступление на самом деле уже идет. При этом сразу на четырех направлениях. В Авдеевке, Артемовске, на Маринском и Лиманском направлениях. «Не надо сводить публично контрнаступление только каким-то активным наступательным действием. Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляет ВСУ. Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий, и к оборонительным, и к наступательным», заявила Моляр. Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечая на вопрос о том, когда может начаться контрнаступление ВСУ, назвал четыре главных составляющих, которые для начала должны быть реализованы. Во-первых, это накопление оружия и соответствующей техники. Во-вторых, интенсивные тренировки украинских военнослужащих для боевого слаживания. В-третьих, планирование Генштабом ВСУ будущей операции. В-четвертых, информационные воздействия на психологическое состояние противника. «Когда пазл сойдется, тогда все начнется», – заключил Подоляк. Армия истощена, о чем говорится в документах Пентагона. Тема подготовки Киева к контрнаступлению активно обсуждалась на фоне новостей об утечке секретных документов Пентагона и американской разведки, и в данном случае она обрела негативный окрас. Издание New York Times сообщило, что в документах не было информации о конкретных боевых планах, например, о том, как, когда и где Украина намерена начать наступление. Кроме того, документы дают оценки обстановки на 1 марта, то есть информация несколько устаревшая. Тем не менее, отмечает издание, для военных стратегов и разведки эти документы, несомненно, дают немало подсказок и идей. В обнародованных документах также говорится, что не менее 12 украинских боевых групп численностью по 4-5 тысяч солдат проходят обучение в США и других странах НАТО. Шесть из них должны были завершить подготовку к 31 марта, еще три – к 30 апреля. Согласно оценкам американской стороны, состояние ВСУ в настоящее время оценивается как истощенное. Сообщается, что военное командование Украины в марте перебросило под Артемовск элитные подразделения, чтобы ВСУ не попали в окружение. При этом глава военной разведки Украины Кирилл Буданов оценивал положение ВСУ в районе Артемовска как катастрофическое. Еще одно американское издание, газета Washington Post, утверждает, что изучило десятки фотографий секретных документов, датированных концом февраля и началом марта. По данным издания, Украина столкнулась с острым дефицитом снарядов и оружия. В документах содержатся рекомендации более экономно расходовать снаряды. Так, средства ПВО стоит применять только против самолетов и вертолетов и не открывать огонь по небольшим аппаратам, например, беспилотникам. Newsweek, ссылаясь на слитые документы, пишет, что украинская контратака будет осуществляться 10-м корпусом ВСУ, состоящим из 9 бригад, которые сейчас перевооружаются за счет новых поставок боевой техники Запада. Общее количество оборудования, необходимого для 9 бригад, составляет 253 танка, 381 единицу механизированной техники, 480 единиц автомобильной техники, 147 единиц артиллерии, а также 571 единицу американских бронированных автомобилей «Хамви», приводит издание информацию из документов. Многие западные СМИ также писали о том, что слив информации о планах ВСУ может скорректировать планы Киева и негативно отразиться на будущей операции. Более того, журналисты обратили внимание, что обнародованная информация может свидетельствовать о том, что в Вашингтоне сомневаются в способностях Украины к контрнаступлению. Между тем, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева. По его словам, у штаба главнокомандующего ВСУ есть как минимум три сценария контрнаступления. Окончательное решение по операции будет принято в последний день. Если кто думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало, цитирует Данилова украинское издание «Страна». По его словам, Украина поддерживает связь со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша. Однако данные о планируемых операциях и численности вовлеченных в них боевых подразделений являются секретной информацией. Также Данилов опроверг утверждение телеканала CNN о том, что Украина уже изменила свои военные планы из-за утечки документов Пентагона. Он подчеркнул, что количество людей, знающих о планах на территории Украины, крайне ограничено, и он не думает, что источник, общавшийся с CNN, имеет к этому какое-то отношение. Однако он заявил, что западные спецслужбы должны быть более бдительными в любых условиях. Угроза необратимой эскалации. Как реагируют в мире? Подробно останавливаться на заявлениях американской стороны нет смысла. В Вашингтоне даже не пытаются призывать к миру и поиску дипломатического урегулирования конфликта в Украине. Официальные лица неоднократно декларировали, что время для мира еще не наступило, и якобы Киев должен упрочить свои позиции перед тем, как начать переговоры. В этом контексте контрнаступление ВСУ рассматривается Соединенными Штатами как возможность достичь некого преимущества на поле боя, что позволило бы приступить к переговорам в статусе победителя. Конечно, этот план мало соотносится с реальностью, и, безусловно, в США это прекрасно понимают. Однако, откажись Вашингтон от затей с украинским наступлением, как тут же пришлось бы объяснять, куда ушли десятки миллиардов долларов из американского бюджета, предназначенных для помощи ВСУ. Кроме этого, контрнаступление – это своего рода общее дело, которое позволяет поддерживать единство западных стран. Поэтому для США тема с контрнаступлением – это масштабная политическая кампания, а связанные с ней риски уходят на второй план. И все же риски никто не отменял. В конце марта, выступая с посланием белорусскому народу и национальному собранию, президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о чрезвычайной опасности планируемого ВСУ контрнаступления. По словам белорусского лидера, такие действия сделают невозможными на нынешнем этапе мирные переговоры, которые важно начать как можно скорее. Увы, сейчас, как вы слышите, много разговоров о контрнаступе ВСУ – вооруженных сил Украины. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно. Это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта. «Понимаете, что случится», – отметил Александр Лукашенко. Он также подчеркнул, что рассчитывать на победу в войне с государством, обладающим ядерным оружием, будет безумием. Тему контрнаступления ВСУ прокомментировали и в Турции. Глава МИД страны Мевлюд Чавушаглу подчеркивал, что Анкара обеспокоена подготовкой к наступлению. При этом он призывал отказаться от подобных планов обе стороны – и Киев, и Москву. Дипломат также призывал к деэскалации и пообещал приложить усилия по возвращению сторон за стол переговоров. А вот министр обороны Великобритании Бен Уоллес, наоборот, поддерживает запланированное контрнаступление Украины. И в то же время он признает, что Россия не рухнет. «Я оптимистично настроен в отношении того, что в период между этими и следующим годом Украина сохранит импульс и сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами. Не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет», – сказал Уоллес во время недавней поездки в Вашингтон. Президент Чехии Петр Павел в интервью «Речь Посполита» заявил, что у Киева будет лишь одна попытка контрнаступления. Для подготовки новых масштабных операций у Запада может не хватить ресурсов. «Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. Поэтому, если они решат начать его, и оно потерпит неудачу, получить средства на следующее будет сложно», – считает Павел. Интересные новости в последнее время приходят из Франции. После визита лидера этой страны в Китай, голос Парижа начал несколько выбиваться из слаженного хора западных стран. Так, Макрон призвал усилить стратегическую автономию Европы и снизить зависимость от Соединенных Штатов в финансовой и энергетической сферах. И, что удивительно, французский лидер заявил, что европейские страны не должны втягиваться в чужие конфликты. «Мы не должны вступать в логику противостояния блоков. Мы должны избавить нашу модель от рисков, не зависеть от других», – заявил Макрон в интервью изданию «Лесекю». А на этой неделе появилась информация, что Франция вместе с Китаем планирует разработать план, который может лечь в основу мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил Блумберг со ссылкой на источники. По данным агентства для разработки данного плана, Макрон поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бону работать совместно с главой канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. В Париже также полагают, что переговоры между Россией и Украиной при благоприятных условиях могут состояться этим летом. Вместе с тем, Блумберг отмечает, что пока не ясно, поддерживает ли инициативу французского лидера Украина и ее союзники, которые ранее отклонили предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта. Если информация Блумберг соответствует действительности, то можно полагать, что Париж не разделяет настроение Вашингтона в плане продолжения конфликта и нацеленности на дальнейшую эскалацию. Не заставил себя ждать и ответ Пекина. Официальный представитель китайского МИД Ван Венбин заявил, что Китай поддерживает стремление европейских стран возобновить переговоры между Россией и Украиной в кратчайшие сроки. Китай поддерживает европейскую сторону, которая, руководствуясь собственными основополагающими и долгосрочными интересами, стремится в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры. Заявил дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о том, как Пекин оценивает информацию о намерениях Макрона предложить Китаю план по восстановлению российско-украинского мирного диалога. По словам китайского дипломата, Пекин выступает за создание эффективных и устойчивых рамок для обеспечения безопасности в Европе. Он уточнил, что в ходе недавнего визита Макрона в Китай лидеры двух стран подробно обсуждали украинский кризис. Ван Ваньбинь также привел слова председателя КНР Си Цзиньпина, который ранее заявил, что для урегулирования кризисных ситуаций нет чудотворной панацеи и необходимо, чтобы каждая из заинтересованных сторон создавала благоприятные условия для диалога. Без оптимизма. Что пишут СМИ о планах Киева? Уже по традиции самые интересные подробности преподносят нам западные СМИ. История с контрнаступлением ВСУ не стала исключением. Примечательно, что в этот раз западные журналисты, похоже, не преисполнены оптимизма и заранее пытаются найти разумное оправдание будущим неудачам украинской армии. Среди основных факторов, которые способны повлиять на ход контрнаступления, СМИ называют плохую погоду, снарядный голод и утечку секретных данных Пентагона. Еще в начале апреля Рейтерс сообщил, что ВСУ ведут подготовку 40 тысяч солдат-штурмовиков, чтобы организовать наступательную операцию в Украине. По данным агентства, в наступлении планируется задействовать 8 штурмовых бригад. Их обучение проводится на тренировочных базах. Пока неизвестно, когда начнется операция. Речь может идти о ближайших неделях или месяцах, отмечало агентство. Рейтерс также сообщил, что ВСУ провели активную кампанию в социальных сетях, чтобы набрать добровольцев. Это связано с тем, что украинская армия столкнулась с нехваткой солдат. Ситуация обострилась на фоне значительных потерь украинской стороны во время боевых действий в Артемовске. Ожидается, что солдаты штурмовых бригад будут сражаться вместе с частями регулярной армии и украинскими военными, которые прошли подготовку за пределами страны. Также при наступлении планируется задействовать поставленную Западом танковую бронетехнику. Рейтерс отмечает, что многое зависит от контрнаступления Киева. Если эта попытка закончится провалом ВСУ, то это уменьшит оптимизм среди ключевых союзников Украины на Западе. В итоге они могут подтолкнуть Киев начать переговоры с Москвой. Блумберг со ссылкой на источники сообщил, что в Европе не ждут значимого прорыва от возможного контрнаступления Киева. Некоторые европейские союзники Украины все более скептически относятся к тому, что ее вооруженные силы смогут совершить решающий прорыв в этом году, потому что силы обороны России успели окопаться перед надвигающимся наступлением, говорится в материале. Вашингтон-Пост сообщила, что весеннее контрнаступление ВСУ было отложено из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и дефицита снарядов. Издание также отмечает, что на планы ВСУ негативно повлияла утечка американских документов, в которых содержится информация о состоянии украинских войск и их возможностях. Такая ситуация могла заставить украинское командование изменить свои планы. Телеканал CNN сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться одновременно на юге и востоке Украины. Телеканал приводит мнение бывшего генерала австралийской армии Мика Райана, который недавно побывал в Украине. По его словам, наступательные действия могут быть проведены по нескольким направлениям для того, чтобы запугать российское командование и не позволить просчитать, куда будет направлен главный удар ВСУ. CNN отмечает, что контрнаступление на юге для Киева представляет больший интерес, нежели на востоке. Это позволит разделить российский сухопутный коридор в Крым, вернуть часть лучших сельскохозяйственных земель и сделать оборону россиян в Херсонской области несостоятельной. Это также может открыть Украине путь к восстановлению контроля над Запорожской атомной электростанцией и каналом, по которому пресная вода поступает в Крым. Между тем, украинское издание «Страна» со ссылкой на данные Минобороны Великобритании сообщило, что Россия строит масштабную линейную оборону в Запорожской области. По данным британской разведки, РФ завершило создание трех уровней оборонительных зон в этом секторе примерно на 120 километров. Оборонительные зоны включают переднюю линию передовых боевых позиций и две зоны почти непрерывной, более сложной обороны. Каждая зона находится на расстоянии приблизительно 10-20 километров от предыдущей. Британская разведка сообщает, что Россия, вероятно, вложила значительные ресурсы в эти оборонительные сооружения, поскольку считает, что ВСУ планирует контрнаступление на Мелитополь. Министерство обороны Великобритании отмечает, что оборона может стать серьезным препятствием, но ее эффективность в значительной степени зависит от поддержки достаточного количества артиллерии и личного состава. Довольно интересную статью публиковало польское издание «Незалежный Дженник Политычны». Автор материала Марек Галась пишет, что Зеленский пообещал Польше западной территории Украины в обмен на помощь польской стороны при контрнаступлении. По информации Галаса, ранее президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Украину сделал Зеленскому беспрецедентное предложение, пообещав безграничную помощь и поддержку в обмен на Львовскую, Волынскую и Ровенскую области. Тогда украинский лидер не отказался от данного предложения, но и не сделал решительного шага. Однако со временем позиция Зеленского изменилась. Заранее зная, что объявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США усиливается, Зеленский принял единственно правильное решение – вернуться к теме своей первой встречи с Анджеем Дудой, говорится в публикации. По словам Марека Галаса, Зеленский также предлагает польскому бизнесу купить крупнейшие украинские предприятия. В обмен на погашение внешнего государственного долга страны. Автор материала считает, что Зеленскому сейчас необходимо найти средства и рассчитаться США и ЕС любой ценой, даже путем территориальных уступок. Мы понимаем, что это игра в долгую, о чем говорят эксперты. В экспертном сообществе возможность наступления ВСУ не отвергают, однако в успех данной затеи мало кто верит. Даже западные аналитики признают, что решение контратаковать еще больше усугубит положение украинской армии. Так, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что Украину ждет поражение даже в случае успешного наступления ВСУ. По его словам, Украина уже сейчас имеет критический низкий уровень живой силы и испытывает трудности с мобилизацией дополнительных войск. В ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий. Газета Washington Post недавно сообщала, что Украина уже потеряла подавляющую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО. Написал Дэвис в своей статье для издания «1945». Бывший офицер британской разведки и специалист по планированию НАТО Филипп Ингрэм в колонке для Daily Mail высказал мнение, что попытка украинской армии захватить Крым может обернуться для Украины серьезными проблемами. При попытке захватить полуостров ВСУ пришлось бы бороться за каждую милю. При этом стоит учитывать, что жители Крыма лояльно относятся к России. Победа ВСУ не будет гарантирована, даже если эта масштабная кампания когда-либо состоится, прогнозирует эксперт. Тактика, которую использует сегодня российская армия, направлена на то, чтобы помешать украинским военным сформировать ударный кулак и перейти в контрнаступление. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале Белта выразил главный редактор журнала «Национальная оборона» российский журналист и военный эксперт Игорь Короченко. Тактика, которую сегодня использует Россия – это перемалывать и уничтожать противника, при этом оказывая массированное давление по всей линии фронта. Это делается, чтобы не дать возможность украинской армии сформировать ударный кулак, нарастить силы, переоснаститься и реализовать стратегию контрнаступления. «Если это рано или поздно произойдет, а мы исходим из того, что Украина все-таки перейдет в контрнаступление», – сказал Игорь Короченко. По мнению военного эксперта, резервы силы и средства, которые сформированы российской армией, позволят адекватно реагировать на действия противника. «Вдоль всей линии боевого соприкосновения строится соответствующая система укреплений и фортификационных сооружений, чтобы затруднить прорыв противника и измотать его. Мы понимаем, что это игра в долгую», – отметил военный эксперт. Игорь Короченко считает, что ставки в этом противостоянии велики не только для России, но и для ее союзников. «Мы понимаем цену вопроса, и сейчас важно принимать правильные и выверенные решения, чтобы идти к цели с минимальными потерями. Нужно основываться на собственных разведывательных оценках и понимать, как эта ситуация будет развиваться в ближайшие несколько месяцев», – резюмировал Игорь Короченко. Российский военный эксперт Алексей Леонков предположил, что Киев располагает, либо в скором времени получит достаточно ресурсов для наступления, причем на нескольких направлениях. «Натто снабжает ВСУ и снабжает неплохо. В принципе, у нашего противника должно хватить людских и материальных ресурсов для того, чтобы попытаться развернуть наступление на разных географических направлениях. Но только одно из них будет направлением главного удара, остальные – отвлекающими», – рассказал Леонков в беседе с Арти. Из направления возможного контрнаступления ВСУ Леонков выделил северное и южное. На севере противник может нанести удары по позициям ВСРФ вблизи населенных пунктов Кременная, Сватова, Купянска и попытаться совершить вылазки в Белгородской и Брянской областях. «Местность на северном направлении из-за лесов и складок благоприятна в плане маскировки, но тяжелую технику развернуть там сложно. Совсем иная ситуация на юге. Это наиболее, если так можно сказать, танкоопасное направление, но там хорошо заметны скопления всех типов техники, по которым способны отработать ВСРФ», – рассказал эксперт. Такой же точки зрения о географии возможных атак ВСУ придерживается военный эксперт Анатолий Матвейчук. Правда, он убежден, что ресурсов для этого у Киева нет и вряд ли они появятся. По словам эксперта, для минимальной поддержки крупных сухопутных формирований ВСУ потребуется по меньшей мере более 100 единиц пилотируемой авиатехники, ударных вертолетов и многоцелевых самолетов вроде F-16, а также значительное количество средств войсковой ПВО для прикрытия наземных сил. По словам Матвейчука, на Западе и в Киеве не могут не осознавать проблему отсутствия эффективных средств для борьбы с российской авиацией, которая, к тому же, начала использовать корректируемые авиабомбы, позволяющие наносить удары без входа в зону вражеской ПВО. Без прикрытия земли и воздуха все скопления войск противника у фронта рискуют стать мишенью для наших ВКС. И здесь уже не будет иметь большого значения численность сил, сосредоточенных и брошенных на прорыв нашей обороны, считает Матвейчук. Но решения принимают политики, а не военные. В чистых теплых кабинетах Белого дома строят планы, исходя из собственных интересов. И пока Киев пытается собрать пазл будущего наступления украинской армии, США раскладывает собственный пазл, фрагментами которого становятся такие страны, как Украина. Если США и дальше будут продолжать накачивать Украину дорогостоящим оружием и выделять финансовые транши, то в Конгрессе зададутся вопросом – где результат? Уже сейчас республиканцы все серьезнее говорят об опасности Третьей мировой войны. Ситуацию осложняет и тот факт, что США находятся на грани крупнейшей в истории рецессии, заявила зданию «Взгляд» политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, администрация Байдена старается сделать вид, что Украина – это удачный внешнеполитический проект. И именно поэтому Вашингтон говорит о готовящемся контрнаступлении при любом удобном и неудобном случае. Американцам надо каким-то образом объяснять европейским союзникам, зачем те тратят на этот проект. Контрнаступление – отличный способ еще сильнее прогнуть ЕС, замечает американист. При этом основной риск для Демпартии и Белого дома – если на поле боя ничего не произойдет. Если не будет хотя бы попытки контрнаступления, то вопрос «а куда вы дели деньги?» от республиканцев прозвучит очень и очень громко. Разумеется, к отставкам это не приведет, но в самой администрации Байдена начнут искать крайнего. И это обострит отношения внутри Белого дома, констатировал эксперт.